И начнем с новостей, которые поступают из Заславля. Сегодня здесь, в одном из банков, мужчина захватил заложника. Информация довольно противоречивая. Самые последние факты узнаем в прямом включении из города спутника Минска. На связи со студией Анастасия Хоботова и мы ждем от нее подробности. Здравствуйте, Яна. На улице Советской в Заславле действительно неспокойно. В одном из зданий банка мужчина, по словам очевидцев, вооруженный ножом, удерживает женщину. По словам очевидцев, опять же, оговорюсь, это отец удерживает свою дочь, оговорюсь по непроверенной информации. Здесь же находится в этом же здании кафе. Также не могут выйти из здания наружу посетители этого кафе. На втором этаже находится гостиница. Заранее вывели из гостиницы всех посетителей. Случилось все происходящее примерно в 13.30. В 13.50 на место происшествия уже прибыли спасатели, милиция и медики. Несколько минут назад на это место приехали реанимобиль и еще одна бригада пожарных. Дальше нам подойти, к сожалению, пока что не удается. Там работает следственно-оперативная группа. Возглавил операцию по освобождению заложников министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. Напомню, такой же случай произошел и в Могилеве в октябре прошлого года. Тогда мужчина в маске напал также на посетителей банка. Здесь сейчас мы видим очень много людей, которые снимают все происходящее на телефон. И очевидцы следят за всем происходящим. Также следим и мы, следят за происходящим и наши коллеги. Как только нам удастся получить хотя бы какую-то информацию или пройти ближе к месту события, мы сразу же передадим всю информацию оперативно. Студия. Спасибо, Настя. Итак, это был наш корреспондент Анастасия Хоботова. Она остается следить за ситуацией с захватом заложников Заславля. Новые подробности в вечерних новостях на СТВ. И возвращаемся к главной теме дня. Сегодня в одном из банков Заславля совершено разбойное нападение. Как стало известно, только что драма с захватом заложников разрешилась. Переговоры длились порядка трех часов. Нападавшего ликвидировали. На месте работает следствие. Несколько минут назад журналистам открыли доступ к месту происшествия.